Всем привет! Наконец-таки продолжаем занятие по практическому плейлисту. У меня было много идей, что запустить, но я решил для начала разобраться с трекером заявок. Для меня сейчас этот вопрос довольно-таки актуальный, я параллельно пишу статейку, поэтому вам решил показать сразу, как его настроить и для чего он нужен. Разберемся мы с трекером буквально за три урока, я думаю, и сегодня начнем с настройки почтовых сообщений. Но, честно говоря, вообще о трекере заявок я считаю, что он нужен нас всем, кто вообще связан с каким-либо сервисом, с каким-либо оказанием услуг, особенно айтишники. То есть даже если вы являетесь отдельной IT-аутсорсинговой компанией, IT-подразделением или, может быть, просто одним единственным админом небольшой компании, трекер заявок – это всегда хорошо. По сути, это просто веб-портал, на котором пользователи могут создавать заявки, отслеживать их состояние, и вы, соответственно, там тоже их открываете, закрываете, комментируете и так далее. У него куча преимуществ. Это, во-первых, скорость работы, потому что это единая точка контакта, вам не нужно просматривать там аську, почту, смски и так далее. Вы сразу говорите, чтобы все заявки шли через трекер. Она автоматизированная, то есть там автоматически выставляются приоритеты, они поднимаются, если заявка очень долго открыта и так далее. Кроме того, это прозрачность, то есть у вас больше нет проблем с тем, что кто-то считает, что вы ничего не делаете или занимаетесь ерунной. Всегда видно, кто чем занят, по какой заявке, в каком состоянии заявка, когда она была закрыта, когда открыта, и полностью все комментарии по ней. Кроме того, появляется отчетность. Видна вся история работы IT-подразделения, админа и так далее. Тут много плюсов. Во-первых, можно составить отчет, показать, что мы делали за прошедший месяц. Можно поискать какие-то причины, проблем возникающих. Можно вообще исследовать это все как богатую историю происходящего и как-то оптимизировать весь наш сервис. Я вообще сейчас очень сильно увлекся IT-ом, который раньше не любил. Я должен сказать, что когда мы организуем грамотную службу технической поддержки, мы сначала организовываем именно трекер заявок. На базе этого трекера заявок делаем уже службу сервис-деск, а потом уже подключаем управление инцидентами, конфигурациями, проблемами и так далее. То есть у нас трекер заявок является такой исходной точкой, с которой можно начать попробовать создавать грамотную IT-службу, а не просто такое подразделение никейщиков бестолковых. Мы с вами сам трекер будем рассматривать на следующем уроке. Сегодня подробно останавливаемся на постфиксе. То есть у нас любой трекер заявок должен, в принципе, с вами делать оповещение, на чем будет работать неэффективно. То есть пользователь написал заявку, ответственному по очереди заявки пришла информация о том, что в трекере появилась новая заявка. Соответственно, если вы взяли на себя заявку, открыли ее, закрыли, сделали комментарий, пользователю тоже приходят за ответы на почту, чтобы он постоянно не сидел и не смотрел состояние своей заявки на сайте. То есть очень удобная штука, когда у вас есть почтовое оповещение, можно там и смс-оповещение прикручивать и все что угодно, но почтовое оповещение это самая база, поэтому мы сегодня разберем именно как настраивать постфикс для вот этих вот почтовых оповещений. Вообще вот эта вот настройка постфикса, которую мы сегодня будем проходить, она полезна в принципе для любых серверов, если вы хотите, чтобы сервера слали вам какие-то сообщения на почту или полиции слали и так далее. То есть это такая базовая настройка отправщика почтовых сообщений. Точно так же мы делаем в винде. СМТП отправку, если хотим, чтобы винда нам слала какие-то отчеты или программы, установленные в винду, точно так же мы делаем в Linux. И вообще постфикс это очень крутая штука, это агент передачи почты, он в принципе может работать как полноценный почтовый сервер. Видите, здесь у меня 4 конфигурации, это почтовый сервер конкретный, интернет-сайт называется, когда он умеет сам получать почту, отправлять почту. Есть интернет-смарт-хост, когда он получает почту сам, а отправляет через какой-то узел. Есть принцип сателлит, который мы сегодня будем использовать, это когда у нас почтовый сервер ничего не получает, просто используется для отправки почты через кого-то. Есть вариант локальный хост, когда у нас почта отправляется вся внутри, грубо говоря, этого узла локальной сети, то есть у него нет выхода в сеть какую-то конкретную. Сателлит — это очень удобная штука для отправки почты, вам вообще не нужно заморачиваться, Вы берете любой свой готовый почтовый ящик, указываете его настройки постфиксу, и постфикс просто от имени вашего почтового ящика отправляет сообщение. То есть можно привязывать кучу различных почтовых систем. Мы с вами рассмотрим сегодня привязку к Gmail, потому что это, наверное, самая громоздкая задача. Там нужно настраивать доступ по защищенному соединению, устанавливать сертификаты и так далее. Вы, в принципе, можете использовать ящики на Mail, на Rambler, на Яндексе. Я вам в описании к видео дам ссылочки, где люди уже это сделают. В принципе, настройка для Gmail уже есть в интернете, вы можете найти. Я это делаю просто как отправный шаг для создания трекера заявок. Кроме того, бывает так, что провайдер интернета блочит возможность отправки писем через сторонние SMTP-сервера, и вам нужно указывать SMTP-сервер провайдера для отправки писем. Такое тоже случается. У меня раньше, когда был провайдер Акада, она, по-моему, это все блочила. Сейчас у меня онлайн, он ничего не блочит, я могу отправлять письма напрямую. Ну, давайте уже наконец откроем Ubuntu и начнем это делать. Вот она наша родная Ubuntu. У нее есть выход в интернет, ничего особенного, просто один выделенный сервер, у которого есть выход в интернет, на нем будем настраивать наш трекер. Значит, для начала нам нужно установить все, что нам необходимо. Это sudo.appgetin.stall.sam, собственно, postfix. Postfix это замена стандартному SendMail. Если у вас вдруг есть SendMail, и он работает, его нужно предварительно отключить и грохнуть. У меня в Ubuntu он точно сейчас остановлен. Но я не знаю, какими дистрибутивами будете пользоваться вы, так что вам лучше проверить. Вот как раз те варианты, о которых я вам говорил, он спрашивает, какую конфигурацию создавать. В принципе, мы можем здесь выбрать что угодно, в зависимости от этого он создаст просто файл конфигурации, который нам потом редактировать. Мы выбираем с вами вариант Satellite, потому что нам ничего не нужно получать, просто банально отправлять почту. Поэтому я говорю, ну окей, я хочу вариант Satellite System. Мы в любой момент можем запустить, например, dpkg-reconfigure, программку мы уже делали в практическом плейлисте, и заново выбрать этот мастер конфигурации Postfix. Ну или просто предактировать файл настройки. Значит, мы выбираем систему Satellite. Далее он спрашивает, как будет называться наш вот этот вот почтовый сервер, почтовая система. В принципе, все равно, как она будет называться в данном случае, она у нас не является почтовым сервером в интернете. Можем оставить имя сервера по умолчанию. Нам просто будет приходить письма от пользователя, собака, имя системы. То есть, в моем случае, Семаев, собака, УБСРВ. Ничего страшного. И вот здесь вот уже нам нужно указывать наш почтовый сервер, который будет использоваться для редиректора. То есть, если мы используем mail, мы пишем там smtp, mail.ru и так далее. Мы используем smtp.gmail.com. Ну, как раз у меня ящик ВКонтакте указан, gmail.com, на нем мы проверим. И указываем порт, потому что по умолчанию у нас gmail.com почтовые ящики работают не по 25 порту, он отправляет почту, а по 587 у него защищенное соединение в mail. Указываем вот так вот. Наверху, в принципе, видите, пишет, как указывать можно имя, хост, хост двоеточие порт, в квадратных скобках адрес двоеточие порт и так далее. Наверху вот написано все. Указал ему все. Пошла настроечка нашего постфикс. Она быстро происходит. После этого нам нужно с вами установить утилиты, при помощи которых мы будем проверять работу нашего почтового сервера. В принципе, мы особо много проверять не будем, просто отправим письмо. Значит, мы пишем app.get.install.mail.utils. Утилиты почты. Там очень много их различных утилит с различными возможностями. Мы будем использовать только одну банальную, которая будет отправлять почту. Готово. Почистим экран и откроем файл конфигурации. SuperUser.do.v.etc.postfix. И его файл конфигурации. MainConfigure. Мы не пробегаемся по всем возможностям, по всем настройкам, по всем опциям. Мы это будем делать в листе LP, когда доберемся до почтовых серверов. Сейчас у нас узкая практическая задача. На ней мы с вами сосредотачиваемся. Здесь очень много настроек. Нам нужно заставить его отправлять почту. Только это и сделаем. Нам нужно убедиться, что у нас указан Relayhost. Вот он. SMTP Mail.com с моим портом. Можно убрать отсюда, допустим, IPv6. Адреса, чтобы они нам не попадались в журнале. Он вообще с ними не спотыгался. Но мы делаем минимум настроек для конфигурации оптимальный, чтобы сейчас это все заработало. Значит, что нам нужно указать? Нам нужно указать следующие опции. У нас везде будет использоваться Simple Authentication Security Layer. Такой каркас для аутентификации в куче протоколов. И поэтому мы используем в основном его опции. Вы опять же можете почитать мануал по постфиксу и все это узнаете. SMTP Sassl House Enable. То есть включаем аутентификацию с использованием этого Sassl. И он пишет вот. Сразу он, видите, цветом выделил то, что есть такой параметр желтенький. Далее, очень важный параметр SMTP Sassl Passwords Password. Одна ошибка, как обычно, и потом долго водится с ней. Maps. Указываем, откуда брать пароль почты. То есть мы должны научить постфиксу брать откуда-то логин и пароль. Мы не будем указывать его здесь в тексте, потому что у нас могут смотреть конфигурацию. Поэтому у нас будет лежать пароль и логин в отдельном файлике. Мы говорим, бери хэш из файла. И будет у нас файл. ETC PostFix. Например, Sassl Password. Вот так указывают. Во многих мануалах мы можем назвать само собой по-другому. Но вот так указывают, так и мы укажем. Далее, опять же, SMTP Sassl Security Options. Не пускать анонимно никого на этот сервер. Странно то, что нам его не подсветил. А, я вот Security, видите, неправильно написал. Security. И сразу вот она подсветилась. Теперь нормально. No Anonymous. Не пускаем никого на наш сервер анонимно. То есть должны предоставить связку логин и пароль. Опять же, эти все действия очень полезны, в принципе, без привязки к трейдеру заявок. Если вы хотите, чтобы какое-то программное обеспечение или сам сервер слал вам почтовые сообщения. Далее, SMTP. Я даже, кстати, не смотрел. Может, эти опции есть в этом файле конфигурации. Вышли. Я сейчас просто перезаписываю. CI, CI файл. Это мы указываем с вами файл, в котором у нас будут лежать доверенные центры сертификации. Нам это нужно, потому что у нас Gmail работает по защищенному соединению. Ему нужно доверять нашему PostFix. Нужно доверять почтовому серверу GlobeMail. Для этого нам нужно указать нашему PostFix-у полномоченный центр сертификации, который доверяет Gmail. И, соответственно, мы тоже будем доверять Gmail. Я вам ссылку брошу в описании к видео про все вот эти центры сертификации. Мы и PLP, куда они еще не дошли. Почитайте. Значит, он будет лежать вот здесь. Серп. Тоже в папочке PostFix. Файл. CI серп. CI это у нас Certification Authority. Отлично. Вот в этом файлике будет лежать. И последнее, что мы сделаем, смтп, use, нижнее подчеркивание, tls. Указываем то, что смтп будет отправляться с использованием tls. Опять же, это защищенное соединение нашей почты. Yes. В принципе, все. Мы можем сохранить наш файл конфигурации. И теперь нам нужно создать файл с логином и паролем. Мы пишем superuser.duvi.etc.postfix. Я указал то, что у меня будет файлик называться sassl.password. И указываем в таком формате. Мы указываем наш почтовый сервер smtp.gmail.com. Это тот сервер, на котором мы будем стучаться. По порту 587. Далее я делаю табуляцию. Указываю логин. Это мой почтовый ящик. Собака.gmail.com. Две и точи. И здесь я должен указать пароль. Я вам его, конечно, не покажу. Но вот я его указал. Сохраняю этот файлик. Файлик готов. Теперь нам нужно сменить права на этот файл, чтобы у нас этот файл с вами никто не мог посмотреть, кроме superuser. И даже superuser не смог бы его изменить. Мы говорим superuser.du. Смени разрешение на этот файл на 4.0. Доступ только у superuser и только на чтение. Postfix.sassl. Низнее подчеркнение. Password. Сменили права доступа. И теперь мы должны загрузить этот файл в наш Postfix. Для этого есть команда такая Postmap. Она делает кучу всего. В частности, она создает файлы конфигурации, загружает изменения и так далее. По ней тоже можете посмотреть кучу мануалов. Нам нужно сейчас просто загрузить. Таким образом мы сейчас загрузили. Далее. Теперь нам нужно разобраться с сертификатами. У нас с вами в папочке, если мы посмотрим, etc.ssl.serts лежит куча огромных сертификатов. Вот это здесь огромное количество. Эти сертификаты, которые по умолчанию есть в Ubuntu. И в частности, среди них есть очень интересный такой сертификат ZALT. Наверное, он читается. Сейчас вы увидите, как он пишется. Центр сертификации для сертификатов вида X.509. Есть такой формат сертификатов. И в принципе, если мы говорим то, что мы доверяем ему, мы доверяем сразу же автоматически большинству защищенных серверов в интернете. По сертификации отдельная очень большая тема. Ссылку на хабр я вам дам. Значит, наше задачи сейчас взять вот этот вот сертификат. Посмотреть. etc.ssl.serts. И там есть вот этот вот VAUT Premium Server. Вот такой сертификат. Вот его содержимое. Так выглядит сертификат. И мы должны этот сертификат просто можем перенести, скопировать и переновать. А можем взять вот этой же команды CAD его и отправить при помощи команды T. Мы уже это делали. Ключом минус A. Тот файл, который мы указали в конфигурации постфикса в качестве нашего сертификата. ssa.sert.pem Можем теперь посмотреть, получилось у нас это или нет. То есть нам нужно сейчас с вами посмотреть содержимое этого файла нашего. CAD. Вот он так. Видим то, что да, сертификат перенесся. Прекрасно. То есть у нас уже в принципе наш постфикс готов. Нам нужно его рестартануть. Supervisor.do.service.postfix. Проще всего, наверное, сделать ему рестарт, чтобы он все это принял. Теперь будет у нас небольшая хитрость. То есть нам нужно с вами отправить почту. Мы можем вообще открыть отдельную консоль, набрать там целое письмо. Нам этого сейчас делать не нужно. Мы пишем эхо, допустим, test letter number one. Берем вот эту вот строку и отправляем ее в команду mail, которая будет отправлять письма. С темой у нас будет письмо test1, например, по адресу. Давайте я себе наличный ящик отправлю. Вам я его тоже не покажу. Только какие-нибудь паразиты засыпут меня спамом. И теперь моя задача посмотреть логи. Tail, var, log, mail, log. Значит, раньше того, что мы с вами сделали, в принципе, уже было бы достаточно. Сейчас он нам начинает писать, вы видите, ошибки. Он нам показывает залогиньтесь в ваш браузер. И в принципе, если вы посмотрите самую последнюю строчку, которая сейчас видна на экране, там видно то, что можно зайти по адресу https support.google.com mail.answer. 78754 и посмотреть, в чем проблема. Там будет написано то, что неправильно предоставлен логин и пароль. Кажется так. На самом деле здесь по ошибке глубже. И там, в принципе, тоже это написано. То, что такая вот стандартная ошибка выскакивает, если есть несколько вариантов. В частности, Google у нас полгода назад запретил подключаться к нему с незащищенных устройств и программ. То есть он там считает защищенными только максимально обновленные браузеры, последние операционные системы и так далее. То есть наш постфикс он по умолчанию не считает защищенным. Там есть очень большая заморочка с тем, чтобы сделать наш постфикс защищенным и разрешить отправлять с него. Но проще вам создать просто отдельный ящик на Gmail просто для отправки сообщений. Можно не на Gmail, а на Яндексе. И не сильно-то заморачиваться с его безопасностью. То есть если я сейчас открою у меня сайт Gmail моего, тяжело мне вместить его в окно. Вот, мне пришло сообщение «Заблокирована попытка». Это мой ящик IT препод, с которым я пытался отправить. И он пишет, что «Заблокирована попытка, кто-то пытается войти в аккаунт через небезопасное приложение» и так далее. Посмотрите список устройств. Мы можем с вами разрешить вход. Для этого есть специальная ссылка. Я прямо сейчас ее сюда вставлю и отправлю ее вам. И здесь есть прямо доступ к аккаунту для непроверенных приложений. Я говорю «Включи доступ к аккаунту для непроверенных приложений, не надо заморачиваться». В принципе, этого достаточно. И попробую отправлю письмо номер 2 теперь. Точно так же, только скажу «Test Letter Number 2». «Test 2». Продолжаю отправлять на свой личный ящик. Отправляю. По идее, надо подождать буквально чуть-чуть. И можно посмотреть, скажем, Тейлом последние, ну, 3 сообщения. Ну, 3 будет мало, наверное, давайте 4 сообщения. И вот он пытается. Он пытается отправить. И мы видим то, что в конце у нас написано «Status Send». Вторая строчка снизу. Ну, третья, если считать пустую. Если «Status Send», мне нужно зайти теперь в личный ящик, куда я это все отправлял, и проверить, действительно ли статус «Send». Вот мы находимся в моем личном ящике. Я вижу то, что мне пришло письмо. «Test Letter Number 2». Вот оно. Кому мне, пожалуйста, все, что я хотел, пришло. От отправителя, если щелкнуть от него, будет видно, что это Симаев, собака, УБСРВ. То есть письма уже ходят, и, в принципе, мой Linux может мне отправлять спокойненько в почту. Мы с вами сегодня выучили прекрасную возможность отправлять почту с вашего сервера Linux при помощи простого агента почтового постфикса, используя уже какие-то готовые ваши существующие ящики. Это пригодится очень часто. Это рекомендуется настраивать. Сами выбирайте, какой почтовый ящик использовать. У Gmail, к слову, ограничение, по-моему, на 500 подключений в день. Не помню. То есть если у вас большой поток почты, надо использовать другого какого-то почтового постера. Можете использовать корпоративные ящики, все что угодно. У меня такая штука настроена везде уже давным-давно. Я, правда, пользовался стандартным SendMail все время, но тут постфикс попроще, и мы сразу использовали его. Спасибо, что смотрели.